Здравствуйте, товарищи! В нашем курсе социальной философии предстоит еще две лекции прослушать, а мне прочитать. Первая лекция, которую я буду читать сегодня на тему «Классовый характер идеологии, нравственности и права». «Классовый характер идеологии, нравственности и права». А следующая лекция, следующий, через неделю, следующий вторник, это будет лекция на тему «Культура, нации, цивилизации». И на этом мы курс закончим. Так, приступаем, следовательно, к предпоследней лекции по курсу. «Классовый характер идеологии, нравственности и права». Ну, во-первых, что такое идеология? Для того, чтобы знать, что такое идеология, надо знать, что такое идея и что такое логос. Логос вообще – это знание. То есть, буквальный такой перевод, перевод на русский язык, не научный, а филологический, означает это знание или понимание идей. Вот, ну, или идея понимания. Ну, вот, на самом деле, речь, поскольку идея отдельное, так сказать, понятие, которое тоже надо знать, в чём состоит идея, идея – это не всякое понятие. Идея – это такое понятие, которое не только отражает мир, но и представляет собой прообраз его изменений. То есть, идея отвечает не на вопрос, что это или какое это, а идея отвечает на вопрос, что делать. И вот человек, у которого есть идея, значит, у него есть идея о том, что нужно сделать для того, чтобы получить тот результат, который он наметил. То есть, результат есть предвосхищение того, что будет сделано, результат есть окончание каких-то его действий, а прежде чем эти действия будут совершены в действительности, они должны быть совершены у него, в голове. Поэтому, вот, если мы говорим об идеях, идея – не просто мысли. Если я скажу, что потолок белый – это не идея. Из того, что я скажу, что рубашка белая – тоже это не идея. А идея в том, чтобы, скажем, сшить одежду, построить дом, построить дворец, создать новое общество или добиться определенного результата в борьбе работников за повышение уровня реального содержания зарплаты и так далее. Вот это все уже относится к идеям. Ну, когда мы рассматриваем общество, в котором миллиарды людей, то мы видим, что миллиарды людей имеют и такие же миллиарды, и умноженные миллиарды, в плане того, что они собираются сделать, за что они борются, за что они выступают. Ну, а наука чем занимается? Наука занимается не тем, что она все дробит на мелкие единицы, а тем, что она группирует. Группирует, определяет классы. И в соответствии с классами она может выявить, как делятся и идеи этих классов. А в современном мире классов у нас три. Это рабочий класс, то есть это люди, занятые непосредственно материально-производительным трудом и работающие по найму или у капиталистов, или у своего государства, если речь идет о социалистическом обществе. Это мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия – это не маленький буржуй. Это мелкий хозяйчик, у которого есть свои средства производства, не чужие. И он этими своими средствами производства сам работает. Есть, конечно, известное пересечение с обычными рабочими. То есть он может, допустим, быть и рабочим, и что-то делать еще своими руками дополнительно и продавать. Но, как всегда, есть граница между классами. И есть такие мелкие буржуа, которые почти уже буржуа. Они в основном сами работают, но у них уже есть наемные работники. И эти наемные работники дают им тоже определенный доход, но не основной. Так вот, если у него основной доход, доход от собственного труда, и он должен быть рассматриваем как трудящийся, вот этот самый трудящийся, но трудящийся своими средствами производства для продажи созданного товара на рынке, вот это мелкие буржуа. И, наконец, буржуа, собственно. Важно, чтобы мы не рассматривали мелких буржуа как маленьких буржуев. Мелкие буржуа – не маленькие буржуи. Это отдельный класс и довольно обширный. Казалось раньше, что этих мелких буржуа капитализм уничтожают совсем. То есть раскол все больше и больше шел на рабочих и буржуазии по мере развития капитализма. Но с переходом капитализма в монополистическую стадию оказалось, что монополии получили возможность вместо приспособления к тенденции снижения цен, которая шла. Если мы два капиталиста, если я вас хочу побить, то я снижаю цены на свой товар и тем самым добиваюсь успеха в конкуренции. Если вы хотите меня побить, вы делаете то же самое. И вот если вы возьмете капитализм в начале его развития, то он связан с тенденцией понижения цен. А тенденция понижения цен отвечала вообще той объективной тенденцией, которая носит всеобщий характер, его всеисторический, что с развитием производительных сил затраты труда на производство продукции сокращаются. Какие бы ни были общественные формы. Но как только дело дошло до крупных монополий, что такое монополия, это значит, или вы меня побили в конкурентной борьбе, или я вас побил. Если я вас побил, то я могу вас взять на работу, а могу и не взять. И я теперь решаю все вопросы, в том числе и какую цену установить. Если вы меня побили, то вы решаете, возьмете вы меня на работу, или из-за того, что я так вам насолил, то вы будете добиваться того, чтобы я вообще исчез с лица земли. То есть монополистический капитализм приобретает новые черты. Он может планировать античеловеческие операции, самые страшные войны, допустим, эпидемии и прочие вещи, которые он использует как средство борьбы или со своими противниками, политическими, экономическими, или средство сокращения числа неимущего населения, которое не хочется держать по тем или иным причинам и так далее. То есть, как только появился монополистический капитализм, то вопрос с ценами стал решаться очень просто. Кто монополист, тот и устанавливает цену. Поэтому структура цены такая. Имеются затраты труда на производство продукции, а капиталист может установить цену гораздо больше. Это монопольная прибыль. Вот эта монопольная прибыль, которую устанавливает капитализм, означает, что цены идут теперь не вниз, а вверх. А если цены идут вверх, тогда вот та мелкобуржуазия, которая погибала, потому что цены низкие, она при своих средствах производства, без машин, без науки, не может производительно работать. А теперь она при таких ценах может снова существовать. Как говорится, построили большие дома, и те цветочки, которые рядом сами росли, теперь растут на клумбах. То есть, теперь этот крупный бизнес разводит эту мелкобуржуазию, мелкий бизнес, кое-что ему передает. То есть, этот мелкий бизнес ему служит. Какие-то мелкие детали или какие-то мелкие части тех крупных машин или каких-то серьезных изделий, он передает этому мелкому бизнесу. И этот мелкий бизнес кормится около крупного монополистического капитала и находится у него в подчинении. Вот это новые тенденции в условиях монополистического капитализма. Поэтому мелкобуржуазия, как класс, не исчезла. Она имеет не только тенденцию к исчезновению, но и вторую тенденцию к тому, чтобы возобновляться. Поскольку цены все время растут, и то, что было невыгодно делать, становится выгодно делать даже вручную. До того выросли цены. Ну и, наконец, рабочий класс, который постоянно развивается, и который является источником вообще не только производства материальных благ, но и источником прибавочной стоимости. А прибавочную стоимость капиталисты используют для того, чтобы из ее рук кормились все люди умственного труда. Потому что люди умственного труда при социализме получают от государства рабочего класса, то есть от рабочего класса, свои зарплаты, свои доходы. А при капитализме, империализме они получают от капиталистов. Поэтому дают задания капиталисты и людям труда с учетом передовых достижений науки очень часто обслуживают самые реакционные цели и интересы монополистического капитала. Вот так обстоит дело, если брать внутреннюю экономическую структуру современного государственного монополистического общества. Ну а если брать структуру классовую социалистических стран, или это страны, находящиеся в переходном периоде от капитализма к социализму, такие как Китай, Куба, Лаос, Вьетнам, в Вьетнаме 100 миллионов человек, или такие, которые уже построили социализм, как Северная Корея, КНДР. Ни в одной из этих стран полностью классы еще не уничтожены. Поэтому классовое понимание того, что нужно учитывать различия интересов классов, а это различие интересов вытекает из положения классов, это нужно учитывать при всяком научном анализе общественного развития современного общества. То есть классовый анализ можно будет сдать в архив исторический тогда, когда полностью будут уничтожены классы на всей земле. А это значит, что исчезнет полностью различие между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. Это, говорит Ленин, дело очень долгое. И я ни о каких там десятилетиях или даже столетиях и не говорил. Потому что это действительно дело связанное не с тем, чтобы, так сказать, поменять власть, установить свою власть, изменить политику. Это связано еще с длительным развитием производительных сил, но и с реализацией целью социалистического производства, которое звучит так, что обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И вот с учетом этого надо подходить и к решению вопросов, относящихся к сфере уже надстроечной, к сфере политики, экономики и идеологии. Но для этого нужно сначала навести порядок в той сфере или в понимании той сферы, в которую мы дотрагиваем, сферы идеологии. Значит, если вы будете изучать многочисленные идеи, которые распространяются в современном мире в средствах массовой информации, вы запутаетесь и замучаетесь. Потому что, во-первых, идеи бывают научные, во-вторых, бывают идеи ненаучные, в-третьих, идеи антинаучные, в-четвертых, просто завиральные, не говоря уже об идиотских идеях. И современные средства массовой информации, средства выхода в интернет позволяют распространять, ну, если раньше эта всякая чушь не распространялась, то сейчас столько много всякой антинаучной чуши распространяется в интернете и в средствах массовой информации, что такого никогда никому и не снилось. То есть были люди образованные, даже богатые образованные, были бедные, несчастные, обездоленные, и вот эти богатые свои идеи распространяли. Бедные в единичных экземплярах попадали иногда в науку, как ломоносов. Это большая была редкость. А бедные, пожалуйста, вы там пойте песни, и народное творчество музыкальное вовсю развивалось, про которое Глинка говорил, что музыку создает народ, а мы только ее аранжируем. Вот так обстоит дело с идеями. То есть идеи самых разных мыслей о том, что делать, очень много. И особенно сейчас есть разные блогеры, которые кого представляют? Самих себя. И они даже никакой ветви науки не представляют, и никакого обучения, может, не имеют. Хотя, с другой стороны, мы тоже знаем, что бывают люди самоучки, лучше понимают, чем некоторые ученые или изображающие себя ученых. Поэтому кашеобразность, вот что вы наблюдаете во всей структуре сознания буржуазного общества, и не только буржуазного. Как здесь навести порядок? Вот для этого существует классификация. Вот надо классифицировать все идеи в том плане, к какому классу выгодна реализация данной идеи. Если реализация данной идеи выгодна рабочему классу, это идея пролетарская. Если реализация этой идеи, которую мы схватили первую попавшуюся, выгодна буржуазии, это идея буржуазная. Если эта идея ни тому, ни другому не выгодна, или выгодна и тому, и другому, это какая идея мелкобуржуазная. А если это просто глупая мысль, которая ни к чему не приведет и ничего не даст, это просто плод безграмотного выдумывания каких-то мысленных пузырей, то понятное дело, что ее даже к идее относить нельзя, хотя она в словах и выражена. То есть все идеи делятся на три группы. Идеи буржуазные, и идеи пролетарские, и идеи мелкобуржуазные. Остановимся на мелкобуржуазных. Мелкобуржуазия, она, во-первых, трудящаяся. А раз она трудящаяся, ей выгодно все, что выгодно рабочему классу. Поэтому, можно сказать, все идеи рабочего класса ее родные, как трудящемуся. С другой стороны, мелкий буржуа, плохо тот мелкий буржуа, который не хочет стать настоящим буржуа. Он хочет выбиться в люди, стать настоящим хозяином, и это удается, может быть, одному из сотни. А чем дальше идет развитие империализма, капитализма? Как вы понимаете, есть такое понятие, еще Маркс его ввел в капитале, как первоначальный капитал. Для начала какого-то серьезного капиталистического производства нужен первоначальный капитал. Вот его объем все время расширяется. Поэтому не надо думать, что человек задумал, что ничего у него не получится. Он купит три козы, одна подохнет, вторая подохнет, а третья он зарежет и съест. И на этом поставит точку. То есть думать, что можно в современном производстве запросто начать новое какое-то дело производства, это, конечно, утопия. Поэтому так называемый мелкий бизнес, он все время находится на грани выживания. Его в таком положении держит и крупный капитал. Потому что, ну как вы думаете, кто в конкуренции капиталистической выигрывает, крупный капитал или мелкий капитал? Ну, конечно, крупный. А крупный капитал как может поддерживать мелкий бизнес? Ну, как вот за волосы берут человека, и можно в воду утопить, потом приподнять. Опять утопить, приподнять, чтобы он знал свое место и чувствовал себя. Поэтому, когда говорят поддерживать мелкий бизнес, это очень смешно. Крупный капитал, который, так сказать, организовал свое государство, и это государство осуществляет империалистическую бургазию время от времени, показывает, что оно как бы поддерживает мелкий бизнес. Поскольку мелкий бизнес что-то делает для крупного, и в чем-то он там полезен. Иногда это какие-то части, какие-то элементы, если их удается втянуть в общий процесс, так сказать, производства. С другой стороны, иногда, так сказать, крупный капитал и в лице своего государства, которое, как мы знаем, есть орудие правящего класса, оно берет и ликвидирует, не считаясь ни с какими бумажками, прежними установлениями, свидетельствами, которые оно же выдавало. Ну, вспомните компанию, которая была у нас в Санкт-Петербурге, когда в 90-х годах у каждой остановки трамвая были маленькие ларьки, ларечки, легкие, недорогие, потому что и аренда там была, не было там аренды, поэтому там были дешевле продукты, чем в магазинах. И человек сошел с трамвая, купил, пошел домой, и все. Потом, когда славная Валентина Ивановна, Матвенко была губернатором, она, видимо, отмерила, сколько будет до этих ларьков, и до этих ларьков было меньше 5 метров. Поэтому вышло постановление такое, что все ларьки на расстоянии менее 5 метров, если они заходят за эту черту, все подлежат распилу. И всех взяли болгарки, и все эти ларьки распилили. Вот это была крупная поддержка мелкого бизнеса. Ну, наверное, вы помните историю в Москве. В Москве эти всякие ларьки облепили полностью все станции метро, в центре. Там невозможно было пройти, везде можно было это купить, то купить. И это было, с одной стороны, очень удобно, потому что там большое было разнообразие всяких товаров. И люди, приехавшие в Москву, могли купить, например, там кружки, на которых указаны были какие-то башни в московском Кремле, но с ошибками. Это потому что их делали китайцы. Китайские мелкие буржуа. Ну и так далее. То есть там все так можно было купить, все что угодно. И потом в один прекрасный момент вышли, я уж не знаю насчет какого постановления, не считал. Но мы знаем, что вышли крупные машины, бульдозеры, экскаваторы, снесли эти все ларьки вместе со всеми криками о том, что у нас есть свидетельство о собственности, свидетельство о регистрации, с печатями, с подписями, и никто на них не обратил внимания. Почему? Ну вот чье государство сейчас? Чье государство капиталистическое? Ну капиталистическое, а не мелкобуржуазное. Мелкобуржуазный государств не бывает в природе. Государство может быть буржуазным, может быть государством пролетарским, а середины нет. А вот мелкобуржуазия, она болтается между одним классом и другим, и все зависит от того, какую политику будет проводить класс. Вот большевики разумную политику проводили в отношении мелких буржуаз, в отношении крестьян, и поэтому крестьянство пошло за большевиками, потому что большевики обеспечили мир и землю. Решило два, две крупные большевистское правительство проблемы. И поэтому крестьянин пошел, настолько пошел, что он выиграл в гражданской войне. Наверное, вы все понимаете, что в Красной Армии большинство были нерабочие. По гидро Красной Армии были рабочие, но большинство Красной Армии – это были крестьяне, люди в шинелях. И они воевали за землю, за волю и за лучшую долю. И выиграли в этой войне. И победить их было невозможно. Хотя все страны Антанты не содействовали белогвардейцам, а сначала учинили войну. 20 государств против Советской России. Потом убрались, потому что отсюда шла революционная, как они говорили, «зараза». И в итоге выиграли большевики. Мелкобуржуазия имеет и одно в голове, и другое в голове. И одни идеи, и другие идеи. И куда метнется мелкобуржуазие? Это зависит от политики тех классовых сил, которые ведут свою однозначную и принципиальную политику. Буржуазия, естественно, проводит свою политику в своих интересах. А что значит в своих интересах? То есть она формулирует идеи, что делать. Эти идеи вносят в сознание через что? Через политические партии, через все средства массовой информации, которые у нее в руках, а у нее подавляющее число средств массовой информации. И она может распространить свои идеи так широко, что каждая старушка, которая жарит картошку, не из телевизора, а по радио, узнает, что нужно делать, за кого голосовать и так далее. Поэтому наивные люди полагают, что голосует народ, а на самом деле голосует телевизор. А телевизор голосует так, как надо буржуазному классу. А буржуазный класс выражает свои идеи, исходя из своих интересов. А интерес – это такая характеристика положения людей, которая показывает, что им объективно выгодно, что улучшает их положение и в какой мере, что ухудшает. Поэтому буржуазные заботятся о своих интересах. Есть такая работа у Ленина в полном собрании сочинений в 1939 томе «Выборы, учредительные собрания и диктатура пролетариата». Вот там Ленин показывает, что тот, кто думает, что можно при господстве буржуазных определителей воли, то есть при господстве буржуазного класса, буржуазного государства, при том, что в руках у них все средства влияния на массы, получить большинство на выборах – тот наивный человек. И никогда, ни при каких условиях на выборах, трудящиеся выиграть не могут. Если эти трудящиеся не завершены, конечно, буржуазным дурманом, если это не будет просто новое какое-то еще издание буржуазной власти. При этом он приводит соответствующий расчет. У нас довольно демократично проходили выборы в учредительные собрания, и большевики, которые имели большое влияние на трудящихся, прежде всего на рабочий класс, получили там почетное второе место. Ну, такие люди, которые завершены буржуазной идеологией, на этом поставили бы точку и сказали, надо на следующих выборах постараться. И так они на всех выборах стараются, как КПРФ. Вот оно старается, старается. И каждый раз оно оказывается не на первом месте. И каждый раз… И есть какое-то количество людей, которые проходят, их подпускают к кормушке, дают им по 400 тысяч рублей в месяц с депутатом. Соответственно, пенсия 75% от дохода – это 300 тысяч в месяц. И, так сказать, надо все время поддерживать тогда борьбу с другими партиями, чтобы обеспечивать себе такой хороший постоянный доход. Все прекрасно понимают, что вот на сегодняшний день КПРФ, как о хвосте предавшей рабочей класса КПСС, продолжает, так сказать, разговоры про общенародное государство, ходит с шарфами народовластия, тогда, когда вопрос о диктатуре брата решающий для определения того, за рабочих это вот партия или против рабочих. В данном случае мы имеем дело с мелкобуржуазной партией КПРФ, которая… Она и за мелкий бизнес, она и за рабочих. Она и в интересах крупного бизнеса кое-что делает. Вот там есть и правильные, и неправильные. И вот эта кашеобразность, которая характерна для мелкобуржуазии, характерна и для ее политической партии. Ну, а что касается названий, названия мало о чем говорят. Вспомните название фашистской партии Питлера. Национал, социалистическая рабочая партия Германии. Ну, что, плохое название? Ну, уберите, Национал будет социалистическая рабочая партия Германии. Совсем прекрасно. Поэтому тот, кто в политике или в идеологии рассчитывает на то, что вот эти названия его спасут, он тут не спасется. Потому что как раз в политике и в идеологии как раз больше всего всякими названиями обманывают людей. Обмануть в политике – это святое дело. Почему и говорят иногда, политика – грязное дело. Но чтобы политика была грязным делом, надо грязные идеи какие-то выработать. То есть, эти грязные идеи, если нужно идеями оболванить трудящихся, нужно их подать, буржуазные идеи, как идеи, которые выгодны самим трудящимся. Вот вам хорошо это сделать. Вам бы хорошо. Вам объяснят, как вам хорошо. Хотя на самом деле получается, как в том анекдоте, когда пациент сидит, его врач осматривает и все время со стетоскопом. Он говорит, хорошо, 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 хорошо. Пациент говорит, а что хорошо? Врач говорит, хорошо, что у меня таких болезней нет. Вот примерно такая штука. То есть, вам рассказывать, что вам хорошо. Постоянно рассказывать. Причем вы знаете, что есть наука, а есть реклама. А в рекламе можно врать беззастенчиво. Это считается законно. Вы деньги заплатили за то, что врете? Хотя, легко объяснить даже непростому человеку, что если эта вещь хорошая, то ее купят. А если она, надо для этого только сообщить о том, какая она, какие у нее свойства и все, параметры. Чтобы человек мог сам выбрать. Так реклама нужна для того, чтобы продавать всякое барахло. Потому что хорошее и так купит. А вот это барахло, его без рекламы никто не купит. Поэтому надо рассказывать, что это единственное спасение для вас. Именно для вас разработано. И вот вы и спасетесь, если вы это купите. Причем купить нужно срочно. Сейчас заказывает для вас скидка. А скидка делается так. Сначала накидка 200%, потом скидка 100%. Получается половина этого накидка. И люди, как телята, так сказать, бросаются на вот эти самые товары. Хотя эти товары и по такой цене, которые дают колоссальную прибыль тем, кто их производит. Так, ну вот это касается вопроса о том, можно ли выиграть при капитализме путем голосования. Ленин говорит, как же вы выиграете, когда все определители воли, бумага, на которой печатаются листовки, журналы, книги, газеты, газеты, все средства массовой информации. Все они находятся в руках Угрузии. Поэтому у кого в руках вот это все находится, определители воли, тот и выигрывает на выборах. Но с чем мы должны согласиться? Чтобы удержать власть, надо иметь на своей стороне большинство народа. А как завоевывается большинство? Оно завоевывается не только разговорами, не только пропагандой. Хотя большевики много сделали в деле пропаганды. Но они сделали с пониманием того, что они распропагандируют рабочих, солдат. Но вовсе не все общество. И вовсе не большинство. Потому что рычаги, огромные рычаги экономические в руках у господствующего класса, он тут побеждает. Поэтому вот мы, говорит, создадим советы. Чтобы создать советы, мы сконцентрировали силы в одном месте. Это войска Северного фронта, это Москва и Петроград. Возьмем власть. А с помощью этой власти дадим мир народам, землю крестьянам, фабрики рабочим. Установим восьмичасовой рабочий день. Или вернее закрепим то, что рабочий класс уже стал устанавливать сам. И народ будет на нашей стороне. Вот после этих мер никакими силами было невозможно разбить большевиков. Никакими силами. Потому что трудящие воевали за свою долю и за свою власть, которая поддерживает их долю. Вот таким путем. Поэтому говорить об идеологии, не разбираясь, в чья это идея и в чьих интересах, можно где? В математике. И тематика, она совершенно никак не касается никаких экономических интересов. И поэтому тут применять вопрос о том, кому выгодна такая теорема, не следует. Но, писал Ленин в книге «Материализм и эмпиротизм». Если бы математические теоремы затрагивали интересы классов, ну тут бы за эти теоремы шла бы постоянная борьба. А что такое экономический интерес? Это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, в производстве, которое показывает, что им объективно выгодно. Поэтому нужно всегда ставить вопрос при оценке идей, кому выгодна реализация этой идеи, кому станет лучше, чье положение улучшится. Вот если вы будете ставить эти вопросы, вы не запутаетесь в сфере идеологии. А если вы не будете их ставить, то вы точно запутаетесь. Поэтому, чтобы, писал Ленин, не быть жертвами обмана и самообмана в политике, надо всегда ставить вопрос, кому выгодно. И вот тогда только вы будете разбираться в политике и в идеологии. И все идеи, одни идеи выгодны буржуазии, другие идеи выгодны рабочему классу, а, как вы понимаете, мелкая буржуазия, она уже собирает и конструирует в смеси этой идеи. И уже от самих главных классов зависит, за кем пойдет мелкая буржуазия или ее основная часть. Вот так обстоит дело с идеологией. Но если вы берете идеологию главных классов, скажем, буржуазии и рабочего класса, это не просто сумма идей, а это такая система идей. Вот буржуазная идеология представляет собой совокупность теорий, которые последовательно выражают интересы капиталистов. Вот вся эта, так сказать, ориентация на рынок, что все, товар и так далее, это одно из проявлений именно идеологии буржуазии. Она вам предлагает вечно бороться за копейку дополнительную и все время создавать прибавочную стоимость для капиталистов. Пожалуйста, никто не запрещает вам вести профсоюзную борьбу, только не боритесь за то, чтобы вы установили свою власть и ликвидировали совсем прибавочную стоимость и уничтожили класс капиталистов. Вот так вы можете создавать прибавочную стоимость для капиталистов, капиталисты будут ее тратить, эту прибавочную стоимость использовать будут для работы средств массовой информации, для того, чтобы подкармливать деятелей культуры, науки и так далее, сферы общественного сознания, чтобы оболванивать общество, и так будет жить она хорошо. Она будет строить большие стадионы, на стадионы будет пригонять большое количество людей и получать бешеные доходы от чего? От спорта или от стадионов? От стадионов. Скажем, если у нас построили новый стадион в Санкт-Петербурге, в нем 66 тысяч человек, то вот только за один вечер можно, если вы собираете такой большой стадион людей, а это или надо, так сказать, какой-то интересный матч сделать, и не жалко заплатить миллионы футболистам, по полтора миллиона, по два миллиона, не жалко. Почему не жалко? Давайте посчитаем. Или, допустим, деятели культуры. Давайте Галкина возьмем с его женой Кугачевой, давайте Стаса Михайлова сюда пригласим, еще там Киркорова. Дадим им за вечер по миллиону, установим по пять тысяч билетики, вот пять тысяч умножьте на 66 тысяч мест, это будет 330 миллионов за вечер. Значит, 30 миллионов уйдут на то, чтобы оплатить или футболистам, или артистам, и еще там, допустим, 20 миллионов на организацию всего этого дела, охрану, обеспечение, уборку, порядок и прочее. Ну и где-то 280 миллионов у вас за один вечер будут в руках у тех, кто является собственником этого стадиона. Поэтому стадион сейчас, это, так сказать, главный элемент крупного капиталистического предприятия по перетягиванию прибавочной стоимости. Рабочие должны отдать часть зарплаты, капиталисты должны отдать часть прибавочной стоимости. Все они ищут деньги сюда, вам будет интересно, и когда люди удивляются, почему в футболисте так много получают. Да потому что их задача притянуть, не жалко отдать, притянуть сюда вот этих людей с деньгами и деньги у них отобрать на один вечер в большом количестве. Вот задача, которую надо решать. То есть, если вы можете ставить вопрос, кому выгодно, вы будете разбираться и в политических событиях, и будете разбираться и в экономических событиях. И понимать, почему, так сказать, так все устроено, или почему так это реализовывается. Теперь перейдем к вопросу уже о нормах поведения людей, которые устанавливает правящий класс. Правящий класс же устанавливает определенные нормы поведения. Что хорошо, что плохо. Помните стихи? Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, а что такое хорошо, а что такое плохо. Так вот, что такое хорошо, а что такое плохо, в классовом обществе устанавливает господствующий класс. То есть, нормы нравственности. Нравственность – это норма поведения людей, которая защищается не силой государственной власти. Силой государственной власти, мы сегодня об этом поговорим. Это другая норма. А нравственность – это вот, когда общество считает, что это не хорошо делать, а вот это хорошо. Вот эти нормы общественные, нормы поведения. И если они проникают к вам в душу, это уже не просто нравственность, а мораль. Вы так уже и думаете. Изнутри прямо из вас уже идет это вот. Из вас это уйдет, что если люди имеют огромные дворцы, яхты и корабли, фабрики и заводы, а это о чем говорит? Что это очень способные, успешные. А вы не способные, неуспешные. Почему? Или ваши родители не способные, неуспешные. Потому что они когда разграбляли общественное достояние, вот те успели отхватить крупные куски, а ваши даже не двинулись, они не думали, что надо растаскивать. Потому что не привыкли растаскивать, а они привыкли наоборот собирать. Так вот то, что у нас в нашем обществе, кто успешный в капиталистическом, и в нашем, и в американском. Если там в Америке спрашивают, how do I do? Это думаете, они спрашивают. Потому что ответ какой, how do I do? То есть никто дальше не интересуется, что ты скажешь. Он также вас спрашивает, и на этом, так сказать, так все понятно. То есть мы делаем деньги. И вот при этом, значит, от них превозносят, вот все это превозносят в их талантах. Здесь какой-то блогер набрал много миллионов. А кто делал-то эти все миллионы? Кто изготавливал продукты, которые потом в миллионах выражаются? Это все делали рабочие. А уже как-то распределяют так. Вот это все, так сказать, буржуазия предназначает для блогеров вот эти все продукты. А между блогерами они пускают друг друга, побивают и борются. Кто кого обманет, или кто искуснее и больше получит. И они думают, а блогеры думают, что это они создали. Хотя вот я тоже выступаю нередко, и сейчас выступаю с лекцией. Но, как вы понимаете, хотя я отношусь к науке, являюсь ученым, доктором наук, но у меня изо рта жареные рябчики точно не выскочат. Ну, никак вот. А если бы даже выскочили, то они никак бы к вам не попали через интернет. Никак бы они к вам не попали. Поэтому надо понимать, что вот в эту самую эпоху или в это время коронавирусной инфекции или пандемии одни продолжают строить и создавать, а другие в это время сидят дома, и в хороших условиях, как и я в данном случае, я сижу дома и читаю вам дома лекцию. Зачем это хуже, чем я бы читал лекцию на работе? Это хуже только для студентов, потому что, как вчера я прочитал очередное выступление Георгия Малинецкого, который заведует отделом в математическом институте имени Келдыша, что говорит, что заочное обучение – это уничтожение образования. Потому что надо видеть, как реагируют студенты, надо реагировать преподавателю на понимание или непонимание студентов, и надо, чтобы лекция не была просто монологом, а чтобы можно было в ходе этой лекции что-то дополнить, разъяснить, что непонятно и так далее. А тут мы со своей лекцией проезжаем как поезд мимо студентов, они что, успели разглядеть через окна? Ну, успели, а не успели, так и не успели. Остановки не будет. Наш поезд безостановочно следует от Петербурга до Москвы. Одна остановка на две минуты в Балагу. Вот примерно так. То есть не бывает единой нравственности. Например, какой главный вопрос в нашем обществе о поведении? То, что Абрамович имеет многочисленные предприятия, яхты, и к яхтам прилагается еще и подводная лодка, которая убирается в эту же яхту, в огромную эту яхту. Это как? Это хорошо? Ну, хорошо же, Абрамович, правда? Хорошо. А кто это все создал? Абрамович? Рома, сам создал. Вы верите? А вот те, кто создавали, этого не имеют. А те, кто не создавали, это имеют. И так далее. Ну, раз он так сделал, что вот ему это все перепало, он молодец. Что говорит это? Это говорит буржуазная нравственность. Он успешный. Он, следовательно, достойный этого общества. А вы, которого этого не имеют, вы неуспешные. И раз вы неуспешные, сами вы виноваты. Вот в чем смысл той нравственности, которая распределяется. И пусть это проникнет к вам глубоко-глубоко. И станет вашей моралью уважать тех людей, которые сидят у вас на шее. И тех людей, которые пользуются плодами вашего труда. Потому что вы будете трудиться, а у вас на шее будут сидеть люди. И смотреть высоко и далеко. Почему? Потому что тот человек, который сидит у вас на шее, он точно выше, чем вы. Имеет больший обзор. И он, конечно, дальше видит. И так далее. И дети у него будут учиться в других школах. И по другим программам. И если большинство детей трудящихся идет в магистратуру, то есть люди, которые чуть-чуть побогаче уже идут не в бакалавриат, простите, я ошибся, в бакалавриат, не в бакалавриат, а в магистратуру. То есть еще будут два года учиться. Что такое два года учиться? Или надо самому работать и в это время не учиться? Или родители должны кормить тебя еще два года? Вместо того, чтобы государство всем бы обеспечило одинаковые возможности для развития. А дальше уже все зависит от кого? От самих обучающихся. Вот. Что гласит буржуазная нравственность и буржуазная мораль? Что такие, как Абрамович, это молодцы. Вот на них надо равняться. Это их пример. Хотя, как вы понимаете, количество миллиардеров ограничено. Потому что за счет чего они, эти миллиардеры? За счет того, что они концентрируют в руках немногих богатство, создаваемое громадным большинством трудящихся. А немногих всегда немного. Поэтому, а мораль такая, что им повезло, а вам не повезло. Они успешные, а вы не успешные. И пусть неудачник плачет. И плачьте, пожалуйста. А чтобы вам не так было грустно, смотрите телевизор, мы вам будем показывать, как стреляют и убивают. Как режут и жгут. И как с инопланетянами воюют. Чтобы вы не задумывались над устройством современного общества. И не думали на тему о том, как сделать так, чтобы сами люди труда, трудящиеся, создали свое государство, государство рабочего класса. И вместе с ним утвердили бы и господство другой нравственности, нравственности трудящихся. В основе которой лежит следующее положение, что от трудов праведных не наживешь и палат каменных. То есть, если вы трудитесь, то вы много можете делать в науке, в культуре, в искусственном, путем коллективного творчества, коллективного труда, путем соединения усилий. Но не путем того, что вы захватываете у других людей возможности для их развития. Хотя сами по себе человек среднего таланта. А или вообще без таланта, просто наглый и такой человек, у которого нравственность другая. Утащить, забрать и игнорировать интересы других людей. Вот это нравственность. Поэтому с точки зрения трудящихся, присваивать чужой труд хорошо или нехорошо? Нехорошо. А жить присвоением чужого труда с точки зрения тех, кто его присваивает и присвоил. Они живут в больших дворцах. Вот, например, сейчас говорят самоизоляция. Что такое самоизоляция для богатых? Ну, самые богатые у нас миллиардеры. Одни миллиардеры уехали в другие страны. В других странах у них есть дворцы на берегах озер, морей и океанов. И там все это огорожено. И там райские кущи. Они среди этих райских кущ прохаживаются и самоизолируются от кого? От нас с вами. Потому что вы-то можете заболеть. А как он там заболеет? Он никак не заболеет. Потому что он изолировал себя от всего остального. А что касается руководства, у него есть генеральный директор, которому было сказано, что вот, если у меня прибыль уменьшится, ты уже уволен, считай. Я каждой неделе должен получать информацию по электронной почте, «Ну вот какая у меня прибыль?» Если прибыль начнет уменьшаться, вот ты уже знаешь, кто будет вместо тебя. Ты уволен. И весь разговор. Вот. Одно с точки зрения трудящегося. Что означает? Трудящийся понимает, что он не должен жить за хребетником. Не должен жить за счет чужого труда. С другой стороны, скажем, люди умственного труда, они понимают, что они в силу специфики своего труда находятся уже в лучшем положении. Они находятся в положении тех людей, для которых все опасности и вредности, с которыми связано современное производство, от них удалены. Ну, если вы представляете себе литейное производство, как выглядят литейные. И у них, так сказать, румяные лица, да? Они весело улыбаются. У них лица такие шанутые, серые. Потому что там и так 30 градусов жары. А если это лето, так все 40 и 50. И они дышат гарию, которая идет, когда идет литейный процесс. И им за то, говорят, за им хорошо. Их на 10 лет раньше отправляют на пенсию. Да, на 10 лет раньше. И они на 10 лет раньше всех остальных умирают. Почему их раньше на 10 лет отправляют на пенсию? Потому что организм уже у них изношен. Или все вы знаете, что шахтер работает в шахте. И он работает под постоянные угрозы чего? Во-первых, взрывов. Потому что там взрывается газметана. Одно время, в советское время, широко, применялся такой метод добычи угля, как гидроуголь. То есть в шахтах под большим давлением струей воды разбивался этот уголь и получалась такая водно-угольная смесь. Эту водно-угольную смесь выкачивали наверх. И там, так сказать, ее вываливали. И вода уходила. А этот добыль высыхал. Потом его можно было эскаватором набирать, грузить и увозить. И все. Никаких взрывов метана в этот способ не предполагает. Поэтому убийства горняков при взрыве метана эти были очень редкие. То есть исключены практически. Сейчас я не слышал про гидроуголь. Уже вроде никто его не применяет. А вот, так сказать, по-прежнему, как раньше, за бой. Там, значит, рубят этот уголь с соответствующими машинами. И если вы попали в такую зону, где много этого метана, там может вспыхнуть этот метан. Взорвется и вас убьет. Не говоря уже о том, что креп может не выдержать и вас придавит там. И поэтому все знают, что существует определенное количество тонн угля, после которого появляется мертвый шостер. И зарплата чуть больше 50 тысяч, несравнимая с теми доходами, которые получают хозяева капиталистического мира. Так вот, с точки зрения трудящихся, присвоение чужого, неоплаченного труда есть эксплуатация. Но, значит, есть люди умственного труда, без которых, как говорится, нет развития прогресса научного, технического, нет развития культуры, образования и так далее. Они живут, используя все материальные блага, которые создает рабочий класс. Начиная от предметов потребления, таких как продовольствие, и кончая одеждой, домами, машинами и всем прочим. Все это создает рабочий класс. Значит, что отсюда следует? Отсюда следует, что с точки зрения паралитарской морали, вот эти люди, освобожденные от производительного труда, находящиеся в таком положении, в каком я нахожусь. Вот я не в цеху, не на заводе. Я читаю лекцию. Мне не нужно после работы мыться, черные отмывать, и на работу мне легко ходить. Как говорится, вот я рот открыл, рабочее место открыто, рот закрыл, рабочее место убрано. Поэтому надо понимать, что только тогда, с точки зрения морали и нравственности рабочего класса, человек является порядочным, если он служит тому классу, который создает все материальные блага, а этот класс, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы и врачи, и музыканты, и поэты, и ученые, все они существовали, жили и развивались, потому что от этого зависит и существование, и развитие их самих, и их детей, нового поколения. Поэтому такого, скажем, развития бурного, культурного развития населения нашего, образовательного, как в советское время, мы сейчас не наблюдаем. Мы наблюдаем сокращение образования, ухудшение образования. Вплоть до оболванивания, скажем, тех, кто занимается обучением. Если раньше было обучение в советское время пятилетнее, теперь переход на четырехлетний бакалавриат. А в магистратуре занимается малая толика. Малая толика – те, кто, так сказать, способен еще два года кормить, так сказать, великовозрастных уже, десятий. И она эту картину не меняет. Теперь те, кто кончили бакалавриат, не имеют права обучаться в аспирантуре, не могут преподавать в ВУЗе. И поэтому это как бы не вполне специалисты. Но это и понятно. А в советское время был специалист. То есть, когда речь шла о государстве трудящихся, и о власти трудящихся, выпускались специалисты. А сейчас специалисты не выпускаются. Куда может пойти представитель, так сказать, окончивший бакалавриат? Он может пойти в школу. В школу и так педагогические ВУЗы выпускают людей. Поэтому он, так сказать, ну как бы человек с образованием. А его место, так сказать, никто о нем не думает, потому что в советское время имелось распределение плановое. Плановое распределение предполагало, что те, кто учатся на отлично, освобождаются от распределения. Их рекомендует в аспирантуру. Они могут дойти в аспирантуру или сами ищут себе красным дипломом место. Вот я, например, имел красный диплом и меня рекомендовали в аспирантуру математико-механического факультета. Я пошел в аспирантуру экономического факультета и через два с половиной года стал кандидатом экономических наук, а потом вот через какое-то время доктором философских наук. И я в этом смысле, ну, так сказать, типичный, так сказать, пример того, какую возможность может иметь обычный гражданин из обычной семьи. У меня мать учительница, отец рабочий. Сейчас же вы, так сказать, получили ситуацию, мы получили ситуацию, в которой ухудшилось в общем образование. Вчера я у того Малинецкого, которого я уже упоминал, услышал, что сотворили с Академией наук. Академия наук теперь лишена всех институтов, превратилась в клуб ученых и, так сказать, она не приспособлена теперь к тому, чтобы ее решения и установки были определяющими при решении вопросов развития страны. То есть, са наукой не считаются. Наука представляет, вы хотите, вы ученые, ну, и разговариваете, учитесь, и ассигнования на науку тоже, так сказать, ожидают того, чтобы они были больше. Подходим к еще одному вопросу, который у нас право. Право. Ну, вот по этому поводу не меньше путаницы в головах, чем по вопросу о нравственности или вопросу об идеологии. Право смотрит как некое, так сказать, общее такое право. Если вы будете брать гегелевское понимание права, то оно вот чисто буржуазное. И у Маркса есть критика гегелевской философии права. Гегель пытался прямо из диалектики вывести какие-то установки в отношении права. Ничего у него не получилось. И получилась защита прусского реакционного государства. Поэтому даже удивительно читать вот у Гегеля, который в области философии достиг сияющих вершин такие вульгарные высказывания в отношении права. А что такое право? Значит, известно, мы говорили с вами о том, что имеется государство. Государство это машина насилия, организация насилия в интересах господствующего класса. А как это насилие осуществлять? Это не просто насилие, то есть кого попало, уничтожают или бьют или наказывают. Нет, есть нормы. Кого наказывают, кого не наказывают. За что и как наказывать. То есть порядок. То есть это насилие должно быть упорядоченным, оно должно быть нормализованным, оно должно быть систематизированным. Вот для систематического насилия существуют нормы. Нормы какие? Нормы поведения, нарушение которых преследуется каким образом? А если вы нарушили эти нормы, то вот если мы говорили о нравственности, вам скажут ай-ай-ай, нехорошо. А если вы нарушили право, вам не будут говорить нехорошо, вас оштрафуют или посадят в тюрьму. Вот что такое право. То есть право и это, и Маркс это особо подчеркивает, это возведенное в закон воля господствующего класса. господствующий класс формирует право и определяет, что ему выгодно и вот как нужно вам действовать, чтобы ему было выгодно. Как должны действовать все, а все должны действовать в интересах какого класса? Правящего, естественно, в интересах буржуазии. Вот выражением интересов буржуазии является право. Повторяю, право есть возведенное в закон воли господствующего класса. Есть такой анекдот и шутка, когда приходит гражданин, адвокат и спрашивает, имею ли я право? Да, имеете, имеете. Да, имеете, имеете. Да, имеете, имеете. Нет, не можете. Так что ускорите, пожалуйста, у нас сейчас право формальное, которое является, оно носит такой всеобщий холл. Бомж имеет право, имеет, у него жилья нет, а право Право-то у него есть, жилья нет. Поэтому видите разницу, скажем, при социализме, в социалистической стране были бомжи? Нет. А как они могут быть? Предоставлялось бесплатное жилье, оно было не в собственности работника, оно было в государственной собственности. Если человек получил, он должен уплачивать, если он не уплачивает, то с него могут брать, штрафовать или наказывать, но никто не выгонит его из дома. А сейчас вас раз и выгнали. Или, допустим, вот вы начали, взяли ипотеку. А что такое ипотека? Это одна квартира по цене трех, потому что для того, чтобы вам получить квартиру, вам нужно такую сумму денег изначально заложить и начать платить, которой у вас нету, как у трудящегося обычного. Поэтому вы вот такое долговое рабство себя продаете. И, так сказать, если вы уже за две квартиры заплатили, такие, как у вас, вы еще не закончили платеж по ипотеке, и вдруг вы перестали платить, заболели. Или что-то случилось с вами. Все, у вас, так сказать, что делают? Подает соответствующая фирма, которую вы должны в суд. Суд справедливо с позиции кого? С позиции правящего класса решает. Да? Или вы думаете суд решает справедливо? Суд это что такое? Это орган правящего класса, защищающий его интересы. Если вы внимательно будете вчитываться дальше документы, на которых опирается деятельность суда, то вы узнаете, что суд не выясняет истину. Наш председатель Следственного комитета, товарищ Бастрыкин, требует, чтобы суд выяснял истину. Но он не может это никак вернуть в законодательство. А суд просто носит состязательный характер. Мы с вами сейчас будем судиться. Кто кого переговорит? Я вас переговорю, значит я выиграю. Вы переговорили меня, значит вы выиграете. А я для того, чтобы точно у вас выиграть, я еще таких горонов пять приведу. Поскольку у меня есть и соответствующие знакомые, и соответствующие гороны, в том числе те, которые у меня учились, и те, которые мои коллеги, и я им всем дам доверенность, вы придете один несчастный или даже со своим адвокатом, а у нас будет шесть выступающих, а у вас двое. Мы выиграем и так далее. Не говоря уже о том, что никаких преимуществ трудящим все это не дает, но у кого, вот скажем, если у вас нет денег, вам могут дать государственного адвоката. А государственному адвокату кто оплачивает? Государство. А государство что? Это орган буржуазии. Он буржуазный адвокат. А вы хотите судить с представителем буржуазии. Кто выиграет? Выиграет буржуазный деятель, безусловно. Но вы можете нанять адвоката. А адвокаты считаются, даже если они защищают самых отъявленных негодяев, а это такая нужная работа. Дескать, хоть он и негодяй, но человек пока его еще не оставляет вживу, надо его защищать и смотреть какие у него есть достоинства, кроме недостатков. Кроме того, что он зарезал, кого-то убил, 20 человек зарезал и 15 он утопил, надо выяснить, а вот он может собак любит, или кошек, или еще какие-то у него есть достоинства. Об этом должны рассказать адвокаты. Когда судили бицерского убийцу, который в бицерском лесопарке более ста человек убил, причем убил из числа товарищей, своих знакомых. Он с ними гулял, но с молотком и бутылкой, и доставал молоток, разбирал череп, вставлял туда бутылку, а этого самого люка. Он в нем растворялся, в этом люке, и поскольку он это один раз опробовал и убедился в том, что следов никаких не остается, он потом серийным убийцем стал, этот бицерский монарх. И вот его судят, судья спрашивают, вот вы убили 80 человек, он говорит, нет, я не 80, а 100. Не знаю, говорит судья, у меня по делу вот проходит 80 человек, что вы убили. Это вы можете в другом суде решать. Ну и что вы думаете с этим убийцей? Ах, что? Это же буржуастное государство, оно гуманно к кому? И к убийцам, и к тунеядцам, и к грабителям. То есть, вот вы будете, если ваших детей убили, вы будете в течение всего их жизни обеспечивать жизнь того, кто их убил. Потому что они на специальных островах, кого приговорили к пожизненному заключению, живут в охраняемых тюремах, при полном обеспечении, ходят, гуляют. Больше, чем сейчас вам говорят не ходите на улицу, не выходите. А им обязательно нужно выходить, чтобы они долго прожили. А вам нужно обязательно это все оплачивать тем, кто убил ваших детей. И примерно их содержание 30 тысяч долларов в месяц. Вот, пожалуйста, вот это вы можете наблюдать. так что тот человек, у кого есть деньги, он наймет адвокатов самых продвинутых, действительно хороших, которые могут найти какие-то обстоятельства, которые смягчают наказание для тех, кто убил и залезал ваших родных или знакомых. Поскольку я имею самые разнообразные контакты, то есть я являюсь профессором по кафе экономики и права и мне рассказывал один из моих знакомых, что у него жена является руководителем адвокатской конторы в Петербурге и вот она наблюдает и он когда к ней приходит он наблюдает весь цвет уголовного мира. Почему? Как вы думаете уголовники куда должны пойти к плохому адвокату или к хорошему? К хорошему. А у них есть деньги на оплату хорошего адвоката? Конечно. У вас нет. У вас они забрали теперь у них много денег. Они у вас забрали 200 тысяч рублей. Вот они 100 тысяч рублей дадут адвокатам и выиграют. А вы поскольку у вас нет денег платить адвокатам вы проиграете и все. То есть суд тоже орган. Если вы идете в суд вы должны понимать так что вы будете играть в волейбол только если вы хотите выиграть надо вам выиграть со счетом 8-2 потому что еще три гола припишет судья кому с кем вы играете и тогда вы выиграете со счетом 8-5. а если вы думаете что суд обеспечивает справедливость где вы такой не найдете ни в одном документе юридическом ни в одном суд носит состязательный характер если я вас переговорил я выиграл если вы меня переговорили вы выиграли вы можете меня переговорить я всю жизнь только занимаюсь тренируюсь как выступать поэтому понятное дело что люди которые впервые выступают впервые пришли в суд ясное дело что они чувствуют себя не в своей тарелке и проигрывают и это можно наблюдать постоянно то есть суд носит оправа оправа это возведенный закон воля господствующего класса все записано так чтобы выигрывал кто богатый вот поэтому и процессы длительные такие кто-то может выдержать такие длительные процессы у него ходит его адвокат который он заплатил а вы сами каждый раз приходите расстраиваетесь вам такое там наговорят после которого у вас сердце болит после судебного заседания у нас судебная процедура и все дело привлечение к ответственности нарушителей законов которые установило буржазное государство делится на две части есть на две стадии есть следствие а есть дознание сначала на пути к суду дознание интересное очень название дознаватели такие люди которые осуществляют дознание то есть для мелких преступлений которые не предполагают заключение в тюрьму дознание и дознаватели это те люди которые исследуют расследуют это дело ну такое интересное диалектическое слово дознание дознание это еще знание нет еще дознание не дошли а уже наказывают или дознание это значит что уже во всем разобрались немножко еще дознать и можно опять наказывать короче говоря на этой стадии там очень много нарушений но поскольку вас в тюрьму не сажают ну что уйдете гол как сокол деньги отдадите вот тому кто вас же и ограбил ну и на этом так сказать все дело закончится но если речь идет о серьезном тогда уже следователи а если речь идет о серьезном то вот если вы почитаете уголовный кодекс вы узнаете что вот если вас обвиняют в убийстве то вот вас мог на 10 суток арестовать и вы будете 10 суток сидеть без предъявления обвинения если это малая так сказать обвинение в котором вас подозревают вы еще не обвиняемый вы только подозреваемый подозревают вот посмотрите на мое лицо вам никого не напоминают так можно подозревать каждого да я на ваше лицо посмотрел тоже кого-то напоминает даже два глаза нос рот уши кого-то напоминает вот этот самый подозреваемый вы через 10 дней вам должны либо вас выпустят по закону либо должны предъявить обвинение вы когда прочитаете это обвинение вам станет нехорошо но это еще обвинительный документ теперь вы знаете как в чем вас обвиняют и тогда вы можете заказывать себе адвоката и этот адвокат может вас защищать если у вас деньги есть если нет денег это ваше уже дело вот тут одна была такая история когда из одной тюрьмы один подключенный убежал необыкновенным образом он взял у него телефон в телефоне интернет соответственно у него есть деньги в банке он может заплатить с помощью телефона он заплатил за то что прилетел вертолет с которого опускалась веревка и палочка такая он на эту палочку сел и поднялся и эта тюрьма с огромными заборами окружена и там имеются гудки и там люди с автоматами люди с автоматами ну как увидели что прилетел вертолет значит так надо потому что только богатые могут получить вертолет поэтому они так смотрели опустив вниз свои автоматы и он улетел потом конечно его нашли но он красиво улетел из тюрьмы согласитесь вот вот вам в соответствии с правом обвиняет вас черти в чем вы начинаете пытаться доказывать вот особенно люди которые в этом не поднаторели они вот им что напишут следователи прочтите и напишите внизу с моих слов записано верно хочу вам посоветовать может пригодиться никогда этого не делайте скажите я должен внимательно почитать сейчас подписывать не буду а почему а у меня сейчас я плохо себя чувствую еще плохо соображаю я должен внимательно почитать дайте мне вот экземпляр я почитаю этого раз во вторых вы можете посоветоваться с адвокатом да что там такое вам написали потому что так можно сформулировать что вы сами своими же вот этими своими подписями загоните себя в ловушку поэтому не спешите никогда ничего подписывать почитайте не спешите не торопитесь и так далее я например делаю так вот когда мне дают допустим с ваших там написано с моих слов записано верно я пишу с моих слов записано неверно и дальше своими словами излагаю вы имеете право своими словами изложить как было дело никогда не передавайте следователю то что вы можете сами сделать как было делать сами и расскажите а то как вот так написано что вы сами себе увеличите срок или получите срок благодаря тому что вы подписали ну и так далее то есть это не самое хорошее время и место когда хорошо думается когда вы находитесь в следственном изоляторе хотя всем известно что вот в следственном изоляторе люди где-то изолируются а в 23 часа у кого есть телефоны или деньги в достаточном количестве вам приносят телефон можете позвонить своим домашним вот и вся изоляция ну и если вы больше заплатите можете перейти в другую камеру ночью и там с товарищами побеседовать а можете и с волей кого-нибудь вам приведут если еще больше заплатите то есть как вы понимаете ну если вы скажете что я преувеличиваю нет я не преувеличиваю я преуменьшаю потому что вы знаете что вот у нас директор федеральной службы исполнения наказаний попал в тюрьму в конечном итоге за то что он организовал поставку браслетов для тех кто находится так сказать на порядке изоляции для заключенных которые находятся скажем на домашнем аресте в потроенной цене и деньги взял себе несколько миллионов присвоил поэтому можете представить какой был праздник во всех тюрьмах какой был день торжества когда они узнали что директор ФСИН федеральной службы исполнения наказаний сел ну а с другой стороны вы скажете ну что удивительно вот так сказать он как у нас же бизнес везде все есть бизнес если он заказывает эти самые браслеты значит он должен так заказать чтобы ему было хорошо и тем кто делает браслеты было хорошо а государство перетерпится то есть думать о чем он должен вот и думают все о прибыли или если это кого-то шокирует что столько много преступлений то наверное вы знаете что у нас амнистия капиталов а это что значит ну это значит что государство косвенно таким употребляет такое понятие признает что все капиталы преступным путем получены преступным потому что амнистия это это можете записать или переслушать это освобождение от наказания по нереабилитирующим основаниям то есть это на самом деле не подлежит реабилитации он действительно преступник он действительно совершил преступление но его государство освободило а почему а потому что родное оно государство Кому оно родное? А вот этим капиталистам. Это государство этих капиталистов, оно им родное. Вот поэтому оно их освободило. Поэтому и амнистия капиталов. Действуйте, мелкий бизнес, расширяйтесь, будьте крупным бизнесом и так далее. Так что ж такое право? Право, говорил Маркс, это возведённое в закон воля господствующего класса. Вот все эти нормы установила буржуазия. И она этими нормами даёт понять, что если вы не будете это соблюдать, то будете наказаны. Как будете наказаны? Ну или штраф, или уголовная ответственность и так далее. Правда, вот сейчас, в эпоху этой эпидемии, вот такая сложилась практика, как я наблюдаю. Люди людям не сообщают, какие действительные решения приняты, а их не прочтёшь. Это надо лазать по интернету, чтобы найти. А что же, собственно говоря, постановил соответствующий орган или губернатор, или что постановил правительство региона? Чтобы найти это, надо, так сказать, покопаться. А вот всякие ресурсы самые разные, они с удовольствием пишут об этом, поскольку они на этом делают деньги. Что вот если кто выйдет на улицу без масок и без, так сказать, и без перчаток, он получит штраф 4 тысячи рублей. Нет такого. То есть, речь идёт о том, что вот в общественных местах, там, в магазинах, в магазинах, метров, транспорте и так далее, и это речь идёт не о том, что обязаны 4 тысячи, а до 4 тысячи, до 4 тысячи 400 рублей. Это во-первых. Во-вторых, штраф вам не может наложить за это только суд. Поэтому органы правопорядка, такие как полицейский, они могут только написать протокол. Протокол потом пойдёт в суд, суды в редких случаях налагают штраф. Но народ запугали до страшной степени. А если народ запуган, он начинает больше болеть. Он сидит, так сказать, без воздуха. А если без воздуха вы находитесь, то это неблагоприятствует вашему развитию, как вы понимаете, и так далее. Вот это надо запомнить, что такое право. Право, возведённый закон воли господствующего класса. Такое понятие, как право человека было распространено в буржуазном обществе. Это теория о том, что, дескать, право от человека идёт. По поводу этого права и такого понимания права Чернышевского высказывалось. Он говорил, что каждый человек, с точки зрения прав человека, может есть на золотом блюде, если оно у него есть. У вас есть золотое блюдо? Нет? Ну, вот возьмите его, может, вам дадут лизнуть на один раз. То есть, скажем, право на жильё означает, что у вас есть жильё? Нет. Вот если право на жильё при социализме, то там упор был на реализацию этого права. А разное право? Провозгласили, что у вас есть право. У вас есть право на жизнь, но вас могут убить. Вот меня могут... Любой убийца подойдёт и убьёт. А убийцу точно не убьют. Почему? Потому что смертная казнь отменена. Ну, не совсем отменена. Она, так сказать, мораторий на неё объявлен в России. И, так сказать, ну, что такого? Вот он убил 100 человек. Ну, это вот, значит, мы его, если убьём, то есть, казним, он будет 101. Давайте не будем этого делать. Тогда появляется и новый серийный убийца. И ещё там 80, или 50, или 60 человек. Или появляются такие факты, как вот, так сказать, кто-то взял, дружил, дружил. И потом взял, распилил, сложил, кстати, в сумку и выкинул в воду. Ну, что это такое? То есть, такая разнузданность, так сказать, антиобщественная. Разнузданность, когда к жизни человека относится не как к высшей ценности, а как вообще к тому, что ничего не значит, главное – это эгоизм. А теория эгоизма – это чья теория, это буржуазная теория для неё, вот эго, я самое главное. А все остальные уже второстепенные. И жизни второстепенные. И они должны жизнь отдать за что? За вас, родимого. Вот это буржуазное право. Поэтому не может быть права вообще, а когда устанавливается другая система права, как социалистическое право, то там и здесь становится другое отношение к людям. Значит, всё для трудящихся, а тут всё для богатых. Вот в чём отличие права одного от второго. Есть разный, обычно, когда какой-то класс восходит в историческом развитии, он такую приглашает декларацию. Вот есть такая декларация «Прав человека и гражданина». Вы про неё слышали, потому что про неё бубнят постоянно. И наверняка вы, скорее всего, не слышали про декларацию прав трудящегося и эксплуатированного народа, которая была принята большевиками после того, как она предложена учредительному собранию. Учредительное собрание это не приняло, тогда это Верхсовет, Съезд Советов её принял. Декларация «Прав трудящегося и эксплуатированного народа». Декларация «Прав человека и гражданина» состоит в том, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. У вас есть право на жизнь. То есть, даже вот ещё и на жизнь надо получить право. Вам её кто-то дал, а не то, что просто вы родились. Нет, это вам дало государство буржуазное право на жизнь. Ну, мы знаем, что стоит это право на жизнь в тех же Соединённых Штатах Америки. Один человек там собрал чуть ли не сотню разных винтовок и автоматов разного калибра. В гостинице расположился. И, поскольку там весь человек был, и стрелял, и настрелял 70 человек. Или Брейг тоже убил несколько десятков человек норвежский. И сидит, так сказать, на полном обеспечении прекрасно в тюрьме. И работать ему не надо. Он, так сказать, его кормит, поет. Ради того, что расслаблен человек. А тех людей всё равно нет. Так вот, Декларация прав трудящихся и эксплуатированного народа означает право трудящих устанавливать свою власть на всей земле. Чтобы господствовали не те люди, которые живут чужим трудом. А господствовали те люди, которые все богатства общества создают и материальные, и духовные. Поэтому не бывает права вообще. Бывает права или буржуазное, или паралитарское, социалистическое. Вот это надо твёрдо запомнить. И всякие разговоры о праве вообще, это пустые, нектёмные. И, в общем, если давать классовую оценку, буржуазные разговоры. Буржуазия хотела бы затушевать принципиально противоположных разных систем права. Если вы в глубину пойдёте, в историческую, то скажете, что право феодальное означает, что бить можно крестьянина. И это ещё отражено и Некрасовым. Вчерашний день, в часу в шестом, зашёл я на стену, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. И вот Некрасов решил, что это будет его муза. Вот эта крестьянка, которую били кнутом. А это, так сказать, услуга такая была. Чтобы самому барину перчатки не снимать, он отправил её, поручил отвезти её на стену, чтобы её воспитали. И она приехала, и была, чтобы она как шёлковая. То есть можно бить христианина, убить нежелательно. Убивать уже нельзя. Но если мы ещё дальше углубимся к рабовладению, пойдём. Откуда пошла демократия? Потому что демократия родилась, как демократия, как власть меньшинства. Меньшинство. Рабовладельцев. И отсутствие власти у тех, кто трудится, у рабов. Так раб это был просто говорящий орудие. Его можно было убить в любой момент. Для этого не надо было никаких решений. Он принадлежал рабовладельцу. Собственникам. И всё. Собственность выше его жизни. Этого человека. Это справедливо. Потому что если бы мы проиграли, то мы были бы рабами. Поэтому уж такая жизнь. Кто выиграл в этой войне двух армий, в этой борьбе двух армий. Кто выиграл, тот и имеет своих рабов. Прежние. Может быть, они и вождями были, и князьями были. И какими-то начальниками были. Неважно. Если он стал рабом, значит, он может быть убит. И устраивали игрища, и битвы гладиаторов. А потом решали. Если хорошо делись, могут жизнь оставить. А могут и не оставить. То есть, вот так пальцем повернут, и готов. И нет этого самого раба-гладиатора. Тот, кто не запомнил и не уяснил это твёрдо для себя, что и право, и идеология, и нравственность, и мораль, и государство. Это всё классовые понятия. Тот ничего не поймёт в современном мире. И не будет иметь никакой твёрдой опоры, и никакой истины в общественных вопросах. Или он просто будет, так сказать, пособником и защитником интересов господствующего класса. Вот такова картина. Спасибо за внимание. А на следующей лекции, через неделю, речь пойдёт о культуре, нации и цивилизациях. Наверное, с нации мы начнём. Нации, культуры и цивилизации. И на этом наш курс будет завершён. Спасибо за внимание. До свидания.